Приветствую вас, Ирина, смотрите, значит, вы спрашиваете нас, как навести порядок в доме и совместить, значит, уход за ребенком. То есть вопрос это, на мой взгляд, ну, не совсем психологический, потому что исходить нужно, исходя из ваших возможностей, исходя из ваших каких-то ресурсов, исходя из того, что вы можете, того, что, ну, того, что объективно вообще у вас присутствует в ближайшем окружении, вот. А этого вы, этого мы не знаем, то есть мы не можем знать, что именно вот у вас в ближайшем окружении это, собственно говоря, происходит. Вот. Поэтому, до тех пор, до тех пор, я думаю, что ваш вопрос, он, ну, достаточно некорректно поставлен. Вот. Что касается вот этой вот истории, что муж целыми днями на работе, бабушки мне помогают, то я знаю, что, возможно, вы негативно воспримете то, что я скажу, но это вопрос о вашей организации, ну, что-то, организации ухода за ребенком. Это вопрос именно того, вот, насколько вы качественно и сознательно прошли к уходу за граждение ребенка. И судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы описываете, недостаточно, недостаточно серьезно и недостаточно ответственно. Подошли. Почему-то. То есть, эээ, вы страдаете, а ребенок страдает, вы уже на него злитесь, да? То есть, это, в общем-то, ниоткуда взялось. Значит, нужно думать, либо обращаться за услугами к нянькам, например, да, к губернаткам, эээ, там, не знаю, сиделкам. Вот, либо, все-таки, привлекать, эээ, бабушек, вот, эээ, для того, чтобы они вам помогали. Помогать. Потому что, ну, мне, если честно, сложно представить, да, как одна вы можете со всем справиться. Это невозможно, это тяжело и, собственно, эээ, действительно на ребенка и на вас влияет крайне негативно. Ну, это, это, безусловно, вопрос вашего подхода, безусловно, это вопрос вашего подхода к решению проблемы. Это, да, это вопрос вашего подхода к организации всего этого процесса. И, исследовать, ну, нужно именно это, то есть, собрать семью, сфер, там, собрать, например, эээ, бабушек, вот. Эээ, вашего мужа пригласить обязательно нужно, вот. Вот, и всем вместе этот вопрос разобрать. Потому что ребенок не только ваш, но и, ээээ, значит, мужа тоже. Это не только его ребенок, я хочу, чтобы вы это понимали, вот. И вы все отвечаете за него. Вы, вы все, а не только вы. Вот это, эээ, тоже вам нужно понять. Возможно, эээ, ваша, ваша была ошибка в том, что вы, как-то вот, взяли на себя ответственность за это сразу. То есть сразу взяли ответственность за то, что теперь будете все на себе тащить. В этом, возможно, была ваша ошибка. Но, ничего, ничего страшного. Но, то, что важно сделать, ээээ, сейчас и теперь, это, восстановить личные, личные границы. Вот. Это то, что вам, я полагаю, вполне по силу. Ну, если вы, если вы захотите, конечно, это делать, безусловно, это вам вполне по силу. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот, в принципе, так. Можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, это вопрос организации, эээ, отношений и взаимопомощи в вашей семье. Вот. Это вопрос, эээ, отстаивания вами своей позиции. И, наверное, других вариантов здесь нет, потому что сил у вас больше становиться не будет. Наоборот, сил будет меньше. И злость, в данном случае, это, эээ, вполне себе, эээ, нормальная реакция. Нормальная, потому что, эээ, ну, ваш организм, как бы, говорит вам, что, эээ, чересчур много вы на себя берете. В негативном смысле этого слова, да, то есть, эээ, чересчур много, чересчур, эээ, большое количество. Вот. И весь вопрос заключается, на самом деле, в том, почему. Вот. Весь вопрос заключается, на самом деле, именно в этом. Почему вы столько на себя взяли? Может быть, у вас отношения, ну, я не знаю, может быть, у вас отношения с, ээээ, с бабочками не ладится, вот как вот вы, ээээ, с впечатлением, что они вам, ну, не помогают, не помогают, вот, может быть, наладятся, может быть, еще что-то. Тут выяснять, выяснять нужно. Так, иначе ситуация требует коррекции и тщательного анализа, вот, причем сейчас. Вот прямо сейчас, прямо вот в сию минуту, прямо в сию минуту, это требуется. А с ребенок растет, ребенок расширается, эээ, каждая ваша вспышка злости, она приводит к его травме. Вот, ну, травмирует, травмирует его, травмирует ребенка, вот, и это абсолютно неприемлемо. Вот так, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы не знали серьезно, что мы вам подскажем конкретно, как и что вам делать, потому что мы не знаем вашу ситуацию. Вот, мы ее не знаем, мы не можем ее знать, да? Вот. То есть надеюсь, что вы все-таки, все-таки обращаетесь к нам именно за помощью, именно для того, чтобы разобраться в себе и в том, как вы, взаимодействуете со своими родными, да, и чтобы, ну, чтобы подкорректировать своё поведение. Очень надеюсь, что это именно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.